Заехал я на заправку и случилась у меня вот такая оказия. Пустое колесо. Папареньку явно плачет Формула-1, механикам там поработать. На траке за 15 минут колеса меняют. Заказчик кричит, орёт. Я же вам ни разу не снимал обзор трака. Друзья, всем привет. И как видите, мы снова в дороге с вами, мы снова в траке. И сегодня мы едем неизвестными тропами. Едем в Лас-Вегас. Еду я не один, едет два трака. Мы вдвоём два водителя, два трака. Завтра надо разгрузить два трака в Лас-Вегасе. Ну и по возможности я хочу, чтобы у нас ещё осталось время вечерком прогуляться перед отъездом оттуда. Прогуляться по городу, самому посмотреть, да, другим показать. Поехали со мной. Субтитры сделал DimaTorzok коровки наши калифорнистые гуляют коровники здесь большие этот еще небольшой я видел раза три больше животноводство растения и водства сады все процветает все растет и все благодаря тому что сделали каналы в тридцатых годах благодаря каналам вести жизнь вот кстати а нет ошибся а до этого здесь выращивали в руках в основном хлопок калифорнии сделали каналы и все зацвела в пустыне практически потому что ну летом калифорния она у тебя такая вот золотая желтая дождей нет совсем военная база где-то здесь воздушная заехал я на заправку и случилась у меня вот такая оказия пустое колесо позвонил менеджеру говорит жди сейчас приедут будут делать приедут с арентованной компанией трак арентованный вот ждем посмотрим как это происходит в штатах когда проколол колесо в россии сейчас бы пыхтел откручивал гайки сейчас рак раскрашим подъехала мастерская от аренд компании парнишка с дочкой катается молодец дочурка у него он помогает все сейчас будут менять колесо у него там станочек компрессор ого освещение классно девчонка папе на помощнице пневмогай ковер никаких ломов и баллонников м и м и м м и м и и и и и и и м и и и Ставят новую покрышку абсолютно. Ну вот и все, вот и все, поменяли меня. Колесико ждал, правда, долго, час, больше часа. Но поменял за 15 минут, буквально 15 минут, не больше. Я ни разу в жизни не видел, что так быстро меняли колеса на грузовой технике. Это просто капец. Папареньку явно плачет Формула-1, механикам там поработать. На траке за 15 минут колеса меняют, при том с переобувкой резины. Это капец как быстро. Ладно, все, едем дальше. Луна поднимается из-за горизонта. Большая такая. Вообще, в пустыне и луна большая, и звезды большие слетятся. Камера, конечно, не поймает. Ну, прикольно, луна такая выходит. Там большая-большая. Ну вот и добрались мы до сегодняшнего отеля. Кафешечка такая тут в ретро-стиле. Ладно, утром заценим, если будет возможность. До Лас-Вегаса не доехали. Решили не ехать до часу ночи, остановиться, переночевать, утром доехать. Ну вот и доброе утро. Сейчас где-нибудь перекусим. Едем до клиента. До него еще ехать два часа. Субтитры сделал DimaTorzok О, вот там солнечных батарей. Стоять зеркала, большие, гигантские, и отражают на солнечные батареи солнечный свет. А это все пустыня Махала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму. Субтитры сделал DimaTorzok Вот реально же пустые. Просто в пустыне построили город Казино. Добро пожаловать в Диму. Субтитры сделал DimaTorzok Приехали мы на адрес. Заказчик чернокожий Кричит, орет. Вот у нас по правилам, ну не только этой компании, всех компаний, прежде чем делать разгрузку, надо получить деньги. Иначе потом ты этих денег можешь не догнать. Он кричит, я не отдам денег, пока не получу свои вещи. В общем, решает проблему. На улице жара, под 40 градусов. Обещали вообще 43, но благодаря небольшому ветерку. Правда, этот ветер, он наподобие фена. Где-то 38, сейчас 37. И заказчик требует, чтобы мы работали в масках. Но в масках это, конечно, очень тяжело делать, на такой жаре. Ладно, ничего, это наша работа. Сейчас ему звонит customer service. Разбираюся по поводу денег. Пускай решают эти вопросы офис с ним напрямую. Кричал, кричал, он на меня начал. Я ему говорю, я только драйвер. Решаю вопросы с customer-центром. С customer-сервисом, вернее. С ним он разбирался тоже там очень долго. В итоге начал выписывать ему. Хотя я ему сразу сказал, или cash, или money order. Он начал выписывать обычный чек. А обычный чек можно в любой момент аннулировать. Поэтому компания принимает только money order. Который уже нельзя аннулировать. Ну или, соответственно, cash. Опять началось критик, критик, критик. Полчаса разборок по телефону. И в итоге поехали они за cash bank. Уже вот сколько раз я с ними сталкивался. Зачем кричать, нервы себе портить. Все равно поехал за cash bank. Только время потеряли. Час практически. Разгрузки, которую могли сделать. Да. Ну вот такие люди. Такие люди. Они не все такие. Но в большинстве случаев устраивают скандалы на пустом месте. Как бы есть нормальные, адекватные ребята. Есть очень хорошие ребята. Но есть и те, которые портят мнение всех. Ну а сейчас пока сидим, ждем. Приедет. Будем разгружаться. На улице жара все больше и больше. Хотелось, конечно, пораньше начать. Но что сделаешь. Хотя бы уже сегодня разгрузить два трака вдвоем. Ну, начинаем работать. Стоило ли все это затевать эти скандалы. Привезли cash. Все нормально. Начинаем работу. Только потеряли три часа. Мы бы уже как минимум половину. То и больше бы сделали. Теперь время только два часа дня. И будем делать, наверное, уже допоздна. Как бы не пришлось. Да нет. Сегодня должны все успеть. Переночуем здесь. Завтра домой. Ну все. Приступаем. Ну вот ребята. Время 12 часов. Почти. Без нескольких минут. И мы только закончили работать. День был ужасно жарким. Можно прямо сказать. Потому что было за 40 градусов жары. Мы вдвоем в траке. Там вообще духовка. Ну, в общем, так. Закончили. Водой обливались. Опивались. Кастомеры благодарные отблагодарили. Каждому нам по 200 долларов дали. Саня вон счастливый рядом стоит. Я говорю. Саня. Это самый нужный город с такими чаевыми. Можно сразу в казино. Жалко, что время уже почти 12. Мы рассчитывали прогуляться. Пивка попить. Можно где-то в центре посидеть после такого жаркого дня. Но время уже такое позднее. Решили заскочить на заправочку. Взять пару бутылочек пенного. Потому что после такого дня это просто вода не спасает. Если получится, проедем по центру. Хотя бы из машины посмотреть. Поснимать-то надо. Это же Лас-Вегас. Как же так-то. Ну, в общем, как получится. Вон он светится. Лас-Вегас. 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 «Ну тимон» Комонные поздно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...